Вы не совсем точно сказали, логика понятна, я сейчас объясню. Но если будете внимательно смотреть на первую главу, не недельную, а просто главу, то, что Тора делится на главы и на фразы, в первой главе вы уже увидите, что говорится, что Творец сотворил Адама и Хаву, мужчину и женщину вместе. Как это может быть, я объясню сейчас. Чуть дальше мы будем читать, что сначала был Адам, потом от него была, так сказать, создана Хава, по-русски Ева, говорят, на иврите Хава, и сказал Адам и Хава, мужчина и женщина. Получается, мужчина в начале, женщина потом. А в той главе, как я сказал, в начале Торы говорится, что вместе их сотворили. Как все это понять? Потому что наша проблема, это важная тема очень, она выходит за рамки того, что вы написали, еще глубже, еще больше. Наша проблема, что мы выросли, если нам повезло, и мы с детства читали Тору, то мы выросли на этом, как на сказку, потому что это ребенок. Если взрослый человек, то он все равно не понимает ничего, для него это странные истории древнего мира. Но не то и не то. Это вообще не рассказ, как я много раз говорил. Поэтому нам подсовывает ошибку, чтобы мы споткнулись, чтобы мы поняли, что нельзя смотреть на другое. А именно, посмотрите, в любом музее, где есть картины бытия, сотворения, создания, мы видим полуобнаженных или обнаженных мужчин, женщину, Адам и Ева, там у них Ева, или другие всякие вещи видят, или змей какой-то, или звери какие-то, и прочее, прочее. Так мы это понимаем, как ребенок, но это не так. Мир был сотворен, вообще не так. И мы уже много раз об этом говорили. Место было выделено в духовных мирах, в духовных мирах. Это называется Ган-Эден. По-русски переводится неправильно, но так переводится райский сад. И там был Адам и Хава. Для того, чтобы они работали над ремонтом мира, который был сломан, так получилось, еще до сотворения нашего мира, который мы знаем. То есть поломки были в духовных мирах. С помощью жизни в нашем мире, с помощью сегодня, мы скажем, Торы, наших законов и все, мы ремонтируем поломанную духовность. Адам и Хава знали Тору, но не так, как мы. И они не были людьми, они были духовными объектами в духовном мире. Это к этому трудно привыкнуть. Я поэтому не устаю говорить об этом много раз. Надо забыть все эти музеи, живописи. Они могут туда ходить, только понимают, что когда там рисуют рисунки, картины из Торы, то не обращают на это внимания. Это просто полунелепые детские сказки. А мы же говорим о серьезных вещах. Поэтому серьезно, что в Ганедене были созданы духовные объекты, которые имеют возможность работать, трудиться, переживать, думать. То есть, как бы, и которые имеют задание ремонтировать духовный мир. Сами духовные и ремонтируют духовно. Вот так это работает. И изначально был создан объект двойной. Вот примерно вот так. Все вместе. Потому что было задумано, чтобы одна сторона была правой, другая левая. Потому что мир должен иметь две стороны, чтобы можно было лавировать, чтобы можно было приходить к оптимальным решениям, к оптимальным делам. Поэтому было так. И Адам, мужчина и женщина были сотворены вместе. Потом Всевышний, так сказать, их так сделал. Потом Он их разделил. И потом Он дал возможность им находиться так, лицом к лицу. Или, когда есть опасность, поворачиваться так, лицом к опасности, лицом к опасности. Победили опасность, поворачиваться снова и будем опять вместе. Вместе будем творить новые духовные явления. Так все было задумано и создано, чтобы мужчины и женщины могли творить новые души, приносить в этот мир, когда они так находятся. Когда опасность, они так будут. Вот что произошло в Ганеде. Как видите, нету первого, нету второго. Они были сразу вот так сделаны. Потом, еще раз повторяю, вот так. Потом так. Потом так. Или так по тому, как они служат Всевышнему. По тому, как они живут. Когда они хорошо живут, они так. Когда плохо, они так. Потому что, когда плохо, то враги вокруг. Когда хорошо, врагов нет, тогда они так. И так далее. Целое, как говорится, тут можно много что рассказать, целый рассказ. Но я ограничусь этим. Я просто хотел показать, что правая и левая стороны были созданы вместе. И разные события с ним проходили в разной последовательности. Сначала Творец мог говорить с правой стороной мужчина Адам, а потом с левой. Или мы знаем, что тот самый змей, это духовный объект, это не змея, змей. Сначала начал говорить с Хавой, а Хава с Адамом. Другая последовательность. Как мы видим, есть разные последовательности. И нельзя сказать, кто первый, кто второй или наоборот. По мере необходимости все происходит, потому что мир един, один, поэтому все там вместе. Ну, давайте, чтобы не запутываться дальше, остановимся на этом пока что. Всем доброго, до свидания.